Итак, друзья мои, всем добрый вечер. Брат! Вот такие звуки, фон аплодисментов. Так и хочется сказать, у вас вся заполнена аудитория слушателями. И первый раз на наших занятиях мы решили включать вот такую заставку, спонтанная идея. Значит, друзья, я всех приветствую. Меня зовут Алексей Тарасов. И у нас сегодня совершенно неформальная встреча. А когда появилась идея провести вот такой вот митап, вот такую вот встречу, когда можно просто поговорить, просто не спеша показать какие-то темы, поделиться размышлениями, я сразу согласился, потому что я, во-первых, это никогда не делал, мне было интересно попробовать. Во-вторых, появилась уникальная возможность пригласить нескольких человек, у которых тоже есть о чем рассказать. И вот мы вместе так вот решили выступить, а специалист во многом посодействовал и дал нам возможность встретиться в этой прекрасной аудитории и рассказать о темах, которые нам будут интересны. Значит, о чем мы будем с вами беседовать сегодня? Это будут три темы. Первую тему докладчик будет Алексей Тарасов. Разработка бота ВКонтакте. Ничего особенного, просто расскажу, как вы можете настроить или сделать первые шаги по созданию бота ВКонтакте, для чего это может вам пригодиться. Вторая тема будет представлена нашим специалистом, нашим специалистом в смысле человеком, который некоторое время назад занимался на курсах, теперь это сертифицированный ЗЕНТ-инженер и PHP-разработчик, у которого уже есть существенный стаж работы. Это Александр Калединов, и я ему слово чуть позже предоставлю. А также у нас планируется выступление Михаила Клюева. Он расскажет вам о том, какие шаги можно сделать в PHP по теме тестирования кода. И все вот эти доклады, на мой взгляд, они как-то так вот очень здорово легли в канву нашей встречи, потому что сначала один человек рассказывает, как сделать какую-то полезную штуку, потом второй рассказывает о рисках, и хотя эти доклады не связаны, но посмотрите на эту логическую цепочку. И потом третий докладчик рассказывает о том, как тестировать код. Там все будет очень органично связано. Я призываю всех не стесняться задавать вопросы, в любой момент останавливай меня, потому что еще раз хочу подчеркнуть, это неформальная встреча, в которой можно и нужно обсуждать разные идеи, разные вещи, которые вы услышите и увидите сегодня. Ну давайте, наверное, начнем. Итак, первый доклад мой. Я, если с кем-то мы еще не познакомились, преподаватель центра специалистов, меня зовут Алексей Тарасов, и я веду курсы в основном по веб-направлению. Это в основном два языка программирования, JavaScript и PHP. Это язык разметки HTML и CSS, а также MySQL, это если говорить о технологиях. Ну а также автор курса по Symfony и автор курса по React. Меня прям разбирает гордость от этого. В общем, сертифицированный специалист, и поверьте, всегда есть что интересного в PHP, в JavaScript сказать, и поэтому я с радостью уже согласился. Итак, чему будет посвящен мой доклад? Разработки PHP-скрипта для бота ВКонтакте. Что такое бот? Для нас бот – это просто некоторая программа, которая вам отвечает на понятном вам языке, когда вы ее дергаете. Что значит вы ее дергаете? Вы можете вызывать скрипт в консоли, вы можете вызывать скрипт где-нибудь через HTTP-запрос. В этом случае скрипт вам отвечает как-то, ну что-то печатает. Обычно он печатает текст, а может быть что-то делает. Печатать он может просто грустный текст, а может печатать веселый текст. Что такое веселый текст? Ну это как JSON или какой-нибудь сертифицированный набор данных. В общем, не важно сейчас что, главное он отвечает. Так вот, представьте себе, человек пришел изучать PHP, или уже изучает PHP, он прошел только первый курс, он знает основы синтаксиса, он не знает ни базы данных, ни классов объектов, он вообще мало чего знает. И в этот момент обычно подкарауливает человека печалька, потому что как же я так вот курс прошел, а что я могу сделать, только формочку обработать. Так вот, оказывается, человек может написать бота ВКонтакте. Что значит именно бот ВКонтакте? Это некоторый специальный скрипт, который размещается на сервере, на вашем сервере, который, сервер я имею в виду, обязательно работает на HTTPS, то есть там есть сертификат. Давно уже ВКонтакте перешел только на скрипты с поддержкой сертификатов, на сервере с поддержкой сертификатов. И когда происходит некоторое событие ВКонтакте, обычно мы говорим о группах ВКонтакте, дергается ваш скрипт средствами самого ВКонтакте. Я вот примере сегодняшнего хочу продемонстрировать, как можно сделать так, чтобы человек писал какое-то сообщение в сообщество, а, соответственно, этот простой очень скрипт отвечал. Ну и давайте начнем. Значит, первое, что говорит нам документация ВКонтакте, вам нужны будут 3С. 3С это я сам придумал. На самом деле там говорится о том, что нужно, во-первых, сообщество. Для того, чтобы вы создали бота, вам нужно сообщество. Что может быть сообщество ВКонтакте? Это какая-то просто страница общая, да? Мы знаем, что там несколько видов сообществ есть. Это может быть какое-то закрытое сообщество. Я буду пример показывать на сообществе, которое есть у меня. Сообщество называется PHP. Это для тех выпускников, которые у меня отучились на курсах. Дальше нам нужен сервер. Где взять сервер? Я, когда готовился к семинару, долго, честно говоря, не думал, потому что некоторые мои слушатели знают о моем пристрастии к такому сервису, как Amazon Cloud 9. Он доживает свое в этом году в старом формате, но, тем не менее, машины виртуальные запускать еще можно. В общем, недолго думая, сообщество есть, сервер тоже есть и остается создать скрипт. Скрипт я тоже набросал заранее, чтобы не тратить время и не переживать, не суетиться, как преподаю, как ведущему, получится у меня или не получится. То есть, сразу хочу сказать, у меня уже все работает. Будем говорить о уже существующих вещах. Вот, соответственно, нужно похвастаться. Вот оно, сообщество. Вот оно, сообщество. Определенный адрес. Наличных страницах пользователя тоже ботов создавать можно, но не уже тем способом, который я хочу показать. То есть, тоже там можно прикрутить что-то. Боюсь, не встроено в сам контакт, но можно тоже. Вот, соответственно, вот оно у меня, сообщество. А вот у меня некоторая машинка в Amazon Cloud 9. Вот так вот это все выглядит. В общем, у вас это может и не так как-то выглядеть, по-другому. То есть, у вас это может быть обычный какой-нибудь PHP скрипт, находящийся где? На вашем сервере или на стороннем сервере. И, соответственно, вот этот вот файл, callback.php, у меня является тем файлом, который будет непосредственно отвечать за работу. Теперь смотрите, что происходит дальше. Когда мы собираемся настроить бота, мы заходим в управление нашей группы. Соответственно, кто запланирует это все делать, вы тоже сами действия будете повторять. И вот сюда вы забираетесь в работу с API. Вот она, в работу с API. Здесь достаточно несложный интерфейс. Во-первых, у вас прописываются ключи доступа. Ну, что такое ключи доступа? Это некоторая уникальная строка, которая позволяет нам, вставив эту строку, эту ключ в ваш скрипт, непосредственно вот в этот вот скрипт, вот он, callback.php, дать ему возможность реагировать на различные что, какие-либо действия в ВКонтакте. Ну, например, вот так вот, создать ключ, говорю, а он спрашивает у меня, что сделать? Разрешить приложение доступ к управлению сообществом, приложение доступ к сообщениям, к фотографиям, то есть мы можем запускать обработчик, если кто-то фотографию новую запросил, или на стене что-то написал. У меня до этого руки не дошли, да, я и не старался, но, в общем, вы можете выбрать кучу вот таких вот пультов и настроить вашего бота именно на логику, работу, какая вам нужна. У меня ключ, который сгенерирован, сгенерирован со вторым чекбоксом, это разрешить приложение доступ к сообщениям сообщества, вот оно. В документации ВКонтакте написано, что этот ключ очень секретный, и его нельзя ни в коем случае никому показывать. Поэтому я должен предупредить всех то, что я сегодня покажу, я быстро перегенерирую, потому что нельзя, потому что если кто-то завладеет вашим ключом, можно будет потом отправлять сообщения, в общем, подделывать и пытаться и так далее. Теперь, да, и даже если вы тут скажете показать, он обязательно спросит у вас, а вы готовы вам куш-уведомлений, какое-нибудь отправляется, или что-то еще. То есть просто так, быстро еще не показать. Теперь, в документации ВКонтакте предлагается два варианта создания непосредственной обработки сообщений, где, ну, в вашем боте. Callback API и Longfall API. Они отличаются. Я, чтобы наше выступление и конкретно мое выступление не вышло за рамки запланированного времени, решил показать вам первую попавшуюся, то есть Callback API. Поэтому дальше, кто захочет следовать прямо за мной, забирайтесь в Callback API. Как устоим дальнейший интерфейс? Во-первых, мы даем название серверу. Плевать, что там за название будет, это неинтересно. Дальше мы выбираем для нашего вот этого скрипта версию API, на которой мы будем работать. Вам важна сейчас версия API, на которой мы будем работать? Какая? 5.3 мне подсказывает. Я не был готов к такому ответу, я думал, последнее кто-то скажет. Короче, я сделал последнюю версию API. Просто потому, что мне захотелось проверить возможности Callback API вот этой вот штуки на последней версии. И дальше я прописываю мой адрес, какой скрипта, вот сюда. Проходите, если вы на семинар PHP. Значит, если нет, то тоже можете проходить, тоже будет интересно. Убегают незнакомые слушатели в страхе, не на PHP они пришли. Значит, еще раз, чтобы никто не потерялся. Вот откуда взялся вот этот скрипт. На машине, на которой я сейчас сижу, если запустить сервер и работу запустить, вот тут появляется некоторый вот такой URL. Я могу его скопировать в отдельную строчку. Вот это непосредственно, что это такое? Это сервер, который здесь и сейчас работает на Amazon Cloud 9. То есть после занятия, очевидно, машина будет установлена, и эта штука работы перестанет. И вот этот вот скриптик Callback API, он мне все время говорит о кине, на все случаи жизни. Он здесь работает. Соответственно, я вот этот адресок взял и скопировал его куда? Вот в этот вот адрес. Но кто был у нас на курсах по HTML, знают, что сервисы подобные ВКонтакте и Яндексу, и других компаний, они же как, они доверение проверяют, по принципу, по такому работают. Поэтому, когда мы вот этот скрипт указали, они говорят, вообще-то нам нужно сделать так, чтобы сервер вернул какую-то строчку, какой-то пин-код. Таким образом подтвердив, что это кто? Ваш скрипт. Ну, представляете себе ситуацию? У нас сейчас вот там будет, когда там чайный перерыв. Я подхожу к вам и говорю, а какой у вас там адрес сервера? Вы называете адрес своего сервера. И выбиваю вот сюда, и без проверки он начинает ВКонтакте долбиться на ваш скрипт. Ну, не очень. Поэтому нужно обязательно подтверждение ответа. Вот так и вот. Соответственно, в моем скрипте, где-то вот здесь, я создаю некоторую переменную. Я ее назвал Confirmation Token, ну, токен подтверждения. И вот эту строчку сюда вношу. Вот она. Е2.1 там, не важно, что там будет. Таким образом, если все пойдет нормально, я вот этот токен верну. А ниже я в строчку в токенах помещаю вот этот секретный ключ, который генерирует. Вот. Соответственно, один токен есть, второй токен есть, все нормально. Если вы скажете подтвердить, он подтверждает, что все хорошо. И вот здесь адрес сервера успешно сохранен. Здесь вот горит зеленая такая галочка. Если у вас, вы что-то в скрипте неправильно указали, то, соответственно, у вас что? Тоже вот тут подтверждения не будет, и все пойдет на смартфон. И вот этот вот ключ, посмотрите, надо постараться никогда никому не светить. Пожалуйста, не публикуйте значение секретного ключа в этом доступе. Что значит не публикуйте? Не делайте то, что сейчас я делаю. Я сейчас его публиковал. Хорошо. Итак, вроде бы как у нас все готово. Теперь мы переходим к второй вкладке. Типы событий. Здесь есть огромное количество действий, которые может быть нам интересно. У меня стоит выбранное единственное действие. Входящее сообщение. Я буду на них реагировать. Но посмотрите, сколько всего классного. Добавление, новый комментарий, видеозаписи, видеозаписи, добавление на стене и так далее. На некоторое время я обратился в какую-то компанию ВКонтакте. Мне ответили со скоростью света. Я просто был поражен. Думаю, неужели там сидит какой-то менеджер, там отвечает. Там все отказалось. Там ботики отвечают. Бот принимает на себя первую волну. Создает прекрасное впечатление, так сказать, онлайна. И потом уже, когда вы там пишете что-то там более подробное, включается оператор, он отвечает. Но для пользователя это все происходит незаметно. И, соответственно, если вы хотите обрабатывать входящие заявки по вашему сервису на покупку, на консультации, вы можете этого бота вот так вот запрограммировать. Следующий, третий пункт, он совершенно нам сейчас не интересен. Но в целом некоторым будет интересен эта история запросов, которые у вас происходят, выполняются на самом API. Вот сейчас я только что подтвердил наш сервер. И у меня написано, что в 18.16 у меня вот такое вот событие произошло на вот таких вот данных. Type Confirmation Group ID, секрет. Это секрет, который мы только что видели, а группа ID, это номер группы моей ВКонтакте в этой печи пишет. В общем, когда все готово, когда вы это все сделали, начинается самое интересное и самое простое и самое многообещающее. Мы получаем данные из потока, который организуется в API ВКонтакте. И в получаемом объекте мы проверяем, что у нас будет. Вот если у нас подтверждение идет, то мы возбравляем наш токен подтверждения. Все. А если у нас будет новое сообщение, то, соответственно, мы начинаем что-то делать. Итак, в моем грустном боте. Почему в грустном? Потому что у меня только два обработчика. Confirmation токен. Все. И что еще? И обработчик нового события. Будет обрабатывать каждый раз входящее событие. То есть ни фотки, ничего я не получаю. И когда я обрабатываю событие, я получаю информацию некоторого пользователя. Вот сейчас вот тут в свойстве object переменной date, которая образовалась в результате получения данных из потока, в поле fromID хранится идентификатор пользователя ВКонтакте. Угадайте, чей? Угадайте, чей? Угадайте, чей? Ой. Ну, то есть у каждой странички ВКонтакте, у каждой группы есть какой-то айтишник. Это вот мой айтишник. И дальше я обычно простым свечом, то есть я не стал там классы никакие создавать, не стал там работу с базой замуживать. Я просто говорю, если человек скажет старт, то формирую переменную, в которой предлагаю человеку ввести что-нибудь еще. Если человек скажет time, напечатать время сервера. Имеется в виду самого клауда. Если сам-то что-то еще, если тест самый интересный и важный пункт, написать пользователю хак-тест. А начнение на самом деле, хак-тест, да? Вот. И все. То есть я, конечно, тут схалтурил. По-хорошему можно было бы проработать запросы к базе. Как я это вижу, например, на своих курсах. Человек пришел ко мне, обучился, а потом у него возникает вопрос по какому-нибудь там фрагменту, по функции PHP или там по тегу HTML. Человек пишет ко мне в группу ключевое слово, обозначающее тег или функцию. А на выходе у него как минимум текст определяющий, что он спрашивает. А как максимум у него на выходе там что? Вообще видеоролик или какая-нибудь картинка. С видеороликом, конечно, поинтереснее. Ну и дальше я готовлю ответ. Во-первых, собираю сообщение. Сообщение должно обязательно иметь поле месседж с текстом сообщения. Его я приготовил на предыдущем шаге. Обязательно нужно сказать, какой пользователь и в какой канал будет отправлять сообщение. Здесь в данном случае я говорю, что пользователь ID, и мы работаем с этим же пользователем. То есть со мной самим. Аксесс токен обязательно указывает, что мы можем это сообщение отправлять и делать. Мы его на предыдущем шаге описали. В – это версия нашего API ВКонтакте. Группа ID – номер группы, в которую будет отправляться сообщение. И дальше есть еще такой странный пункт под названием Random ID. ВКонтакте предлагают заполнять его для того, чтобы в случае, если сообщение посчиталось недоставленным, то можно было эти сообщения как-то разнести и определить, отправляли ли мы пользователи или не отправляли уже. Ну, по моим планам, в 22 минуты, когда проходит начало семинара, все уже, если могли сбиться, они сбиваются или запутываются. Поэтому надо какую-то историю рассказать интересную. И вот сижу я и тестирую своего бота, чтобы рассказать вам сегодня о нем. И что вы думаете? Пишу я что-нибудь типа старт, а он мне отвечает. Наберите, пожалуйста, тайм или сорт, хак-тест, что-то еще. Да, то потом еще раз хак-тест. Я подхожу на пару минут, прихожу еще, а он мне еще кучу сообщений написал. Я в шоке. Я же готовлю вам рассказ, а тут, получается, он там пишет мне то, чего я сам не ожидал. Оказывается, еще раз, вот из-за того, что я не настроил рандом ID, и из-за того, что я не настроил подтверждение отправки сообщений словом окей, он считал, что мои сообщения не доставлены. И поэтому доставлял их снова и снова. Снова и снова. Почти как я на некоторых курсах по ватразработке. спрашиваю у людей, есть вопросы. А некоторые думают, что достаточно промолчать, и препод успокоится. А препод не успокаивается. И опять-таки, опять спрашивают, есть ли вопросы. Ну, а потом просто у нас выполняется на специальный адрес ВКонтакте запрос, где-то запрос с нужным сформированным нами сообщением. Ну, и дальше там больше ничего интересного нет. И пришло время самого интересного, а именно посмотреть мои диалоги с ботом. Друзья, я готовился к этому целый час. Первым делом пишу что-нибудь нелепое. А бот запущен, поэтому он отвечает мне в виде теста. Этот тупой бот, он ничего больше делать не умеет. Он может вызвать сейчас только улыбку. Но у некоторых он может вызвать невероятное желание его начать развивать. Ну что ж, давайте напишем в старт. Наберите, пожалуйста, тайм или сом. Ну, еще раз. Нас ведут по накатанной дорожке. Если я говорю сом, выскакивает самое интересное сообщение, которое... Нет, не сом. Самое интересное это тест. Самое интересное выскакивает, когда делаем тест. Ха, тест. Зеро, правда? И последнее я узнаю текущее время. Смотрим. 18.24. 15.24 – это время сервера на Amazon Cloud 9. Соответственно, если вы хотите его расширить, наполнить какими-то своими фишками, вещами, вам достаточно забраться в подобный свитч и написать свои команды, парсинга, сообщения, возможно, привязки к MySQL, к истории сообщений пользователя, если вы ее храните, и так далее, и так далее, и так далее. Этот скриптик я обязательно скину без токенов в конце нашего метапа. Ну, а сейчас у меня запланировано как раз время вопросов-ответов. Если такие есть, то прошу. Как раз самое время. Для чего мы используем рандом ID? Значит, API говорит, что при помощи рандом ID вы можете сделать так, чтобы сообщения между собой различались. Например, я отправляю одно сообщение и не подтверждаю, что оно отправлено. Потом у меня у этого сообщения какое-то там число получается. Соответственно, я знаю, что у этого сообщения есть какое-то число. Оно пришло куда? На сервер ВКонтакте. И он ВКонтакте в истории это пометил. Вот я когда разбирался, тестировал, обнаружено, что у меня там 5-6 лишних сообщений идет. Я начал смотреть, какой у них рандом, обращать на это внимание. Это первое. Второе. Если, например, у вас есть ограничение на количество сообщений к этому боту, а у вас по-любому будет ограничение на количество сообщений к боту, по умолчанию ВКонтакте ограничение делается на 3 сообщения в секунду. То есть вы не можете больше 3 сообщений в секунду обрабатывать. Не могу сейчас сразу сказать от человека или, так сказать, в целом, но, наверное, от человека, скорее всего. Вот, соответственно, если вы этот ренд сгенерируете хитрым образом, ну, например, скажете, что он будет зависеть не просто с случайным числом, а, например, будет временем, прошедшим от 70-го года в секунду, а потом, соответственно, поиграетесь с остатком отделения, вы можете сделать так, что у вас сообщения, отправленные в течение нескольких секунд или, может быть, минут, они не будут обрабатываться ботом, если что, они уже отправлялись. То есть это такая своеобразная метка для того, чтобы, скажем так, ограничивать количество сообщений боту. Это, конечно, имеет обратную сторону, потому что если мы напишем бота, который будет отвечать раз в 5 минут, ну, это будет немножко странно. Поэтому надо искать сгенерирую золотую середину. Я сделал так, я сказал, что это будет случайное число всегда, то есть мои все сообщения будут какие, отличающиеся друг от друга, но в самом начале, тут у меня сейчас закаменчено, но в случае необходимости я всегда делал вот так. Если у меня не реквест, не гетто, не пост, заполненные методанными, то всегда каждый раз делать окей, на всякий случай. Документация говорит, что если вы делаете окей, то ВКонтакте считает, что все нормально, скрипт жив и сообщение считается завершенным и как бы ставится у него какой-то флажок, галочка о том, что все надо. Ну, вот сейчас он не пишет там ничего, без моего спроса. Еще вопросы, друзья? Товарищи вебинаристы, у нас сегодня очень большое количество вебинарщиков. Есть ли у вас вопросы по тому, как организован данный вариант работы с ботом? Чтобы у меня ничего не сломалось с моими секретными ключами, я, конечно, вот этот вот ключ доступа, который у меня сейчас есть, я его удаляю. И вот тот секретный ключ, которым я был на стойках, тоже мне придется от него избавиться. Друзья, вы, пожалуйста, постарайтесь в свободное время поэкспериментируйте. И если у вас будет желание создать своего собственного бота, который будет что-либо обрабатывать. Это был завершающий фрагмент моей презентации, моего выступления. Ну и мы сейчас предоставим слово следующему докладчику. Я хочу представить вам Михаила. Михаил пару слов сейчас о себе расскажет. Презентацию мы сейчас приготовим. Я хочу предоставить слово сейчас Александру Калединову. Александр, вы на связи? Пожалуйста, дайте фидбэк. Я чуть не перепутал порядок наших выступлений. Да. Друзья, давайте поприветствуем Александра Калединова. Александр у нас зент-инженер и веб-разработчик со стажем. Он занимается очень интересными вопросами безопасности, секьюрности. И я думаю, сейчас он пару слов о своем докладе. И мы с удовольствием послушаем, что же он нам расскажет. Так, одну секунду. Сейчас я даю экран. Так, друзья, я думаю, что сейчас должен... А, вот она, презентация есть. Тест звука. Как у нас звук? Один-два раз. Я всех приветствую. Нормально слышно? Добрый вечер. Отлично. Александр, аплодисменты вам. Спасибо. Вам, пожалуйста. У вас ваше время. Поехали. Ну, в общем-то, Алексей уже меня представил. Я у него занимался. Перед тем, как сдать ЗЦЕ, объясняет он достаточно подробно. Мне вполне хватило этих курсов для успешной сдачи. После сдачи ЗЦЕ я какое-то время посвятил веб-разработке, но потом со временем понял, что мне стало немного скучно. Я решил заняться именно безопасностью. Я долгое время искал на форумах материал и искал его в каком-то более-менее структурированном виде, где я мог бы сразу зайти и посмотреть все интересующие меня виды. И я такое место нашел, о котором я хочу и вам рассказать. В частности, речь пойдет о таком сообществе, как Авасп, и о их отдельном проекте, который называется Авасп Топ Тен. Итак, что такое Авасп? Авасп, если переводить дословно, это Open Web Application Security Project, открытый проект обеспечения безопасности веб-приложений. За данным проектом стоит довольно крупное сообщество, которое включает в себя разные корпорации, которые занимаются интернет-безопасностью и информационной безопасностью в целом. Это какие-то отдельные исследователи со всего мира. И данное сообщество работает над созданием статей, учебных пособий, документаций, инструментов и технологий, которые, что крайне немаловажно, находятся в свободном доступе. То есть вы можете свободно зайти и с интересующим вас материалом. Теперь речь пойдет именно о Авасп Топ Тен. Авасп Топ Тен базируется на исследованиях независимых исследователей и базируется на данных от разных компаний, которые занимаются информационной безопасностью. Они берут огромный скоп вот этих данных, анализируют их, и в основе этого лежит, собственно, весь проект. Также у них есть еще второстепенные проекты. У них, на самом деле, достаточно большой спектр проектов. Я тоже еще о некоторых вам расскажу, достаточно интересных вкратце. Это Авасп Гвайт Проджект. Если говорить обобщенно, то проект охватывает большой спектр вопросов безопасности. Туда включаются такие безопасности, как SQL-инъекции и достаточно современные и актуальные проблемы, такие как фишинг. Проект содержит практические советы и, что немаловажно, с примерами. Примеры на ASP, PHP и других языках программирования. Также есть Авасп Тестинг Проджект. Этим руководством я достаточно много пользовался и сейчас пользуюсь. Я считаю его одним из лучших. Это руководство включает лучшие практики для пин-тестов, которые пользователи могут использовать в своих организациях. И низкоуровневое руководство по пин-тестам, которое описывает техники тестирования наиболее распространенных проблем с безопасностью в веб-приложениях и веб-сервисах. В этом Тестинг Гвайде, сейчас на данный момент актуальна версия 4, достаточно структурировано и плотно расписано то, какие уязвимости есть, как их тестировать, как их предотвратить, какие инструменты лучше использовать, ну и прочая интересная информация. А также такой проект, как WebGode. Это приложение, в которое сообщество Avasp намеренно заложило разные уязвимости. То есть, когда вы прочитаете, допустим, Тестинг Проджект, Гвайд Проджект, вы захотите наверняка где-то попробовать это все пощупать. Avasp вам предоставит такую возможность. И Avasp Z-Attack Proxy Project. Тоже достаточно интересный продукт. Это инструмент тестирования проникновений, основная цель которого – нахождение уязвимости в веб-приложении. Я его тоже достаточно часто использовал в работе, мне он очень нравится, и что немаловажно, что он тоже бесплатный. Все, что есть в сообществе Avasp, оно все бесплатно. Теперь же поговорим именно об Avasp Top 10. Они сделали такие, скажем так, классы уязвимостей и отрабатывали их по степени популярности, по степени легкости эксплуатирования и так далее. И вот уже который год на первом месте у нас идут внедрения. Я рассмотрю два класса уязвимостей на примере одной, чтобы тоже ваше время лишний раз не тратить. Итак, уязвимости, связанные, например, с внедрением SQL-инъекции, NoSQL, OS и LDAP, возникают, когда непроверенные данные отправляются интерпретатору. Эти данные могут, в принципе, заставить интерпретатор выполнить непредусмотренные команды или обратиться к данным без прохождения соответствующей авторизации. Ну и сразу сейчас разберу А2. Это недостатки авторизации. Функции приложений, которые связаны с аутентификациями, управлением сессиями, часто некорректно реализуются, что, в общем-то, позволяет злоумышленникам скромпрометировать пароли, ключи, сессионные токены и много другой информации, а также эксплуатировать другие ошибки реализации для временного или постоянного перехвата учетных записей пользователей. Ну вот я подготовил такой достаточно простой и понятный, я думаю, всем пример, минимум кода, максимум информации. У нас есть некий email, который мы пропустили через такую функцию, как filter.war. Здесь, наверное, стоит пояснить, что же такое filter.war. В PHP есть такое расширение, как фильтр. А если быть точнее, его фильтры позволяют либо валидировать, либо очищать входные данные. Функция filter.war как раз этим и занимается. То есть она фильтрует данные с помощью конкретных фильтров. Здесь мы фильтруем данные email, в частности, через фильтр sanitize email. То есть мы, по сути, очищаем email от каких-то нежелательных символов. Дальше мы принимаем пароль, пропускаем его через MD5, и этот запрос уходит, собственно, в базу. Ну и дальше мы там какие-то определенные действия делаем. Так вот, если посмотреть документацию по PHP, то там будет сказано, что фильтр sanitize email, она, в принципе, достаточно неплохо фильтрует все данные, и email должен быть в теории валидным. Но хакеры, помимо того, что читают документацию, они еще читают и исходный код, что немаловажно. То есть они PHP читают на уровне C. И если посмотреть внутрь, то вот данная конструкция, которая в Proof of Concept, она позволяет обойти фильтр VAR, и у нас в итоге получится вполне себе внедренный запрос, который пустит нас, и мы успешно авторизируемся. То есть что здесь происходит? Вот эта конструкция, она достраивает запрос в базу, и данный email считается валидным, хотя здесь достаточно много тех данных, которых быть в email в принципе не должно. Как, собственно, защититься от SQL-инъекций? Ну, конечно же, это фильтровать, все фильтровать. Фильтровать целочисленные параметры, но с ними, как правило, особых проблем не возникает. Куда сложнее фильтровать строковые параметры. Но я все-таки придерживаюсь такой версии, что лучше подготовленных запросов пока на данный момент никто ничего не придумал, хотя они и используются, должны использоваться не для этого. Но на данный момент я считаю, что это достаточно хорошее решение. Теперь перейдем к разглашению конфиденциальных данных. Многие веб-приложения, и в том числе зачастую и IP, имеют достаточно плохую защиту от разных критичных данных, это могут быть разные карты, это могут быть пароли и так далее. То есть злоумышленники могут похитить или изменить эти данные, а затем осуществить какие-то мошеннические действия с ними. И очень часто люди, когда, например, разворачивают свой проект, забывают удалить такой файл, тестовый, как правило, в котором пишут PHP-инфо. То есть они фактически этим файлом проверяют работоспособность системы. работает ли она нормально, корректно ли она настроена. И в случае успеха мы получаем такую вот информацию о системе. И в целом это неплохо, но люди забывают удалять этот файл. И я на практике очень часто сталкивался с этим, что запускаешь какой-нибудь поиск по файлам и очень часто находишь либо тест PHP, либо инфо-php, либо php-info-php. И это очень нехорошо, потому что php-info выводит крайне большое количество информации о текущем состоянии PHP. То есть он показывает расширения, которые там стоят, он показывает версию, он показывает информацию о сервере, об операционной системе, и что еще немалово рассказывает и раскрывает фактически все пути, пути приложения и прочее. То есть для хакера это просто золотая жила. Как такое предотвратить? Ну, такие файлы нежелательно оставлять на сервере. Нужно всегда помнить о них. И если они все-таки есть, то не забывать, так сказать, в продакшене их удалять, чтобы хакер получил как можно меньше информации. Потому что чем меньше информации получает хакер, тем сложнее ему скомпрометировать вашу систему. Потому что, допустим, если он знает версию какой-либо программы, которая установлена у вас, то ему несложно будет найти в интернете соответствующий, скажем так, скрипт, который пробьет потом и, в общем, скомпрометирует вашу систему. Перейдя к внешним сущностям. Старые или плохо настроенные XML-процессоры обрабатывают ссылки на внешние сущности внутри документов. Эти сущности могут быть использованы, в том числе и злоумышленникам, для доступа к внутренним файлам через обработчики URI-файлов, общие папки, сканирование портов, удаленное выполнение кода и отказ в обслуживании. Это довольно серьезная такая проблема. Но в XML сам как таковой мы углубляться не будем, так как, в принципе, XML – это не основная тема. Поэтому я просто расскажу о том, что такое DTD, документ Type Definition, и о том, что такое XML-сущность, чтобы вам, в принципе, было понятно, почему это опасно и что вообще в этом примере происходит. Итак, документ Type Definition содержит основные форматы определения валидности документа. Этим же еще занимается XML-схема, но она нас в данном случае не интересует. Так вот, чем нам интересен DTD? Он может содержать в себе еще некие сущности. Сущности, если по-простому, это такие штуки, которые были придуманы для того, чтобы можно было подключать часто используемые фрагменты XML-документов по имени. Придумали они, значит, это и подумали, что неплохо было бы как-то расширить этот функционал. И они решили, те, кто придумал, зайти чуть подальше, придумали уже внешние сущности. Но, как несложно догадаться, внешние сущности содержатся во внешних файлах. Если ссылка на внешнюю сущность появляется в документе, то на ее место фактически подставляется содержимое внешнего файла. Вот такой вот пример. Значит, у нас есть некая переменная Boo, в которой хранится XML-файл. Константа lib.xml.noend означает замещение сущности. Но дальше мы получаем титул, получаем автора и выводим это все. То есть название книги, автор книги. Если файл получен, скажем так, из ненадежного источника, ну, например, пользователь что-то загрузил, то он может загрузить файл вот такого содержания, как показано в Proof of Concept. То есть вот он, DTD-блок, и в этом блоке мы видим, что он определил сущность под названием XXE. Это внешняя сущность. И там он указал, что нужно получить, грубо говоря, данные вот по такому пути. И если мы загрузим вот этот файл и обработаем его, то фактически у нас в титле будет содержимое файла hosts. Это пример, ну, достаточно, все равно, конечно, серьезный, но мы через эти сущности можем также и выполнять удаленный код, что, конечно, очень опасно. Как с этим бороться? Ну, в принципе, это проблема старых, скажем так, XML-парсеров современно уже с ней как-то нормально борется, но все равно есть такая функция, как LibExmlDisableEntityLoader. Если передать ей true, то она отключит возможность загрузки сущности из внешних источников. Ну, а так, конечно, лучше использовать, если есть возможность, более простые форматы данных, ну, например, JSON, потому что все, что просто, просто и поддерживать, и обрабатывать. Недостатки контроля доступа. Действия, разрешенные аутентифицированным пользователем, зачастую, ну, не очень корректно контролируются, и это злоумышленникам только на пользу. Они могут воспользоваться недостатками и получить несанкционированный доступ либо к учетным записям, либо к каким-то секретным файлам, которые, в принципе, не должны получить, а также изменять эти данные и права доступа. Рассмотрим эту категорию на примере тоже достаточно известной в изюмности, такой, как LFI. LFI — это Local File Inclusion, то есть это включение локальных файлов. Оно позволяет злоумышленникам через браузер подключать файлы на сервере. Эта брешь присутствует там, где отсутствует эффектная обработка входящих данных. Ну, давайте рассмотрим такой пример. Здесь как бы есть обработка данных, то есть мы здесь берем путь и смотрим, есть ли там нежелательные символы. Если они есть, то обрабатываем их и заменяем на пустую строку. Но, как видно из примера, такую обработку довольно легко обойти и, собственно, получить доступ к секретным файлам. Как же от этого защититься? Я уже привел несколько примеров, в которых вроде бы обработка есть, какая-то минимальная, но она неправильная. К обработке тоже нужно относиться очень серьезно. В данном конкретном случае нужно обязательно фильтровать параметры, передающие данные. Ну, то есть использовать, например, функцию RealPath, чтобы раскрывать вот эти все штуки и лучше не использовать относительных путей вообще, избегать их. Теперь рассмотрим некорректную настройку параметров безопасности. Это, кстати, достаточно распространенная ошибка. Происходит она из-за использования стандартных параметров безопасности, неполной или какой-то специфичной настройки открытого облачного хранения, некорректных заголовков и подробных сообщений об ошибках, содержащих критичные данные. Все операционные системы, фреймворки, библиотеки и приложения должны быть не только настроены должным образом, но и своевременно они должны корректироваться и обновляться. Рассмотрим эту категорию на примере Unrestricted File Upload или, если перевести, произвольная загрузка файлов. Вот рассмотрим примеры. Здесь как бы стоит защита. Вот здесь есть белый список расширений. Вот здесь есть фильтр var, который тоже из названия удаляет все нехорошие символы. Есть здесь проверка на то, что файл является именно картинкой. Это GetImageSize. она определяет размер любого изображения. Ну и дальше смотрим, если нет ошибок, то переносим файл в нужную нам директорию. Но хакеры мыслят нестандартно. Здесь стоит обратить внимание на Filter.war и Move Uploaded файл. Filter.war находится выше, чем Move Uploaded файл. И когда мы получим строку вот такую, то если Filter.war получит shell.php название файла и знак меньше точка jpg, то все, что начиная со знака меньше, он обрежет. И у нас уже фактически один рубеж безопасности пройден. Дальше. Как можно обойти Get Image Size? Для этого в принципе много сил не потребуется. Достаточно просто создать у себя на рабочем столе картинку размером один на один, сохранить ее как jpg, потом открыть ее в Notepad, например, Notepad ++, и просто добавить конец файла, вот я там выделил нужный PHP код. Давайте вернемся теперь к коду в примере. И получается, что в extension у нас попал валидный расширение jpg, jpg, вот в name фактически попало имя, вроде бы как бы почищенное. И в итоге move upload файл выполнился, все хорошо, и мы в принципе сохранили shell. Вот, чем грозит shell, я думаю, объяснять не нужно, это крайне плохо, это удаленное исполнение кода, и это полная компрометация системы. Как с этим бороться? Нужно ограничить типы файлов, принимаемые к загрузке, ну вот, как я, например, представил, это белый список разрешенных расширений. Обязательно нужно проверять наличие двойных расширений, то есть, чтобы не было .jpg, .php. В нашем конкретном случае желательно в папку upload поместить .htaccess, который бы запрещал в данной папке исполнение .php-кода. То есть, даже если злоумышленник прольет shell к вам в папку, то исполнить он его не сможет, ему не даст .htaccess. Ну и по возможности лучше переименовывать все файлы, которые загружает пользователь, не доверять именам и делать их самому. Теперь категория .7 это межсайтовое выполнение сценариев. Ну, XSS, как и SQL-инъекция, достаточно известная бага. Это тоже можно отнести к внедрению, но Avast Top10 решил ее вынести отдельно. То есть, она фактически седьмая сейчас по популярности всех атак. это внедрение выдаваемой веб-системы страницу кода, который будет выполнен на компьютере пользователя при открытии им этой страницы. Ну, тут достаточно простой пример. В принципе, мы получаем какое-то имя книги и никак не обрабатываем и выводим его прямо как есть. Достаточно простого такого вот payload-а, чтобы получить alert с названием домена. Как предотвратить? Ну, конечно же, установить параметры желательной HTTP-only в set cookie в true, так как если там задан true, то cookie будут доступны только через HTTP-протокол, то есть в данном случае не будут доступны скриптовым языкам, ну, таким, как JavaScript. Но на этот метод тоже лучше не полагаться, так как существует обход HTTP-only и все равно можно украсить такую HTTP-only куку. Ну, и, конечно же, преобразовывать недоверенные данные из HTTP-запросов. То есть по факту все, что приходит от пользователя, ничему нельзя доверять ни кукам, ни каким-то входным другим параметрам, ни GET, ни POST, ничему нельзя доверять. Нужно исходить именно от плохого. У сообщества WASP есть достаточно большая памятка по предотвращению XSS, где более подробно расписано, что и как нужно преобразовывать. Я думаю, если кому интересно, то в свободное время обязательно ознакомиться. на восьмой у нас расположилась небезопасная действия реализации. Последнее время, кстати, набирает обороты. Что это такое? Небезопасная действия реализации часто приводит к удаленному выполнению кода. Ошибки действия реализации, которые не приводят к выполнению кода, тоже опасны. Они могут быть использованы, например, для атак с повторным воспроизведением, каким-то внедрением, повышением привилегий и можно читать файлы. Чтобы понять, как данная уязвимость работает, нужно немного понять, что же такое сериализация. Сериализация это, скажем так, некое строковое представление любого значения, которое может быть сохранено в PHP. Это может быть массив, это может быть объект, но объекты там сериализуются не все. И есть такая функция, как unserialize. Она делает ровно наоборот, она берет это строковое представление и преобразует в какое-то PHP значение. Также здесь стоит отметить конструктор и деструктор. если вдруг кто не знает, конструктор это такой метод, который вызывается при создании объекта, его обычно используют для какой-то начальной инициализации. А деструктор соответственно будет вызван при освобождении всех ссылок на объект, ну или когда скрипт завершится. Теперь в принципе имея какие-то базовые знания по этому поводу можно рассмотреть пример. у нас есть класс example, есть пару свойств публичных, это файл, это паз, конструктор, в котором есть какой-то код и есть деструктор, который в принципе нам сейчас будет интересен. В деструкторе у нас есть переменная файл, которая образуется из двух свойств, это файл, паз и файл. И мы смотрим, если есть такой файл, то условно выведя нам его содержимое. Дальше там условно идет какой-то код и где-то в середине в конце кода мы делаем unserialize из get data. Чем это опасно? То есть здесь опять же мы получаем данные от пользователя и этим данным естественно доверять нельзя, потому что пользователь например может в дату вложить вот такую конструкцию это сериализованный объект example который будет содержать вот такой вот файл с путем на две директории выше файл txt и когда произойдет unserialize у нас в user data фактически будет объект который будет содержать в себе все что находится у нас в примере это класс example и когда скрипт завершит работу ну или когда там ссылаться не будут на этот объект то вызовется метод destruct который исполнит собственно уже код который мы положили и вместо нормальной работы которая подразумевается он нам выдаст какие-то данные которые в принципе он не должен выдавать ни при каких обстоятельствах собственно как и везде здесь как это предотвратить нужно отклонять сериализованные объекты от недоверенных источников или использование среды сериализации допускающей только примитивные типы данных то есть все что фактически исходит от пользователя этому нельзя доверять вообще никак я наверное уже много раз повторил но это действительно важно потому что я очень часто на практике вижу что люди думают ну вот здесь наверное никто ничего не пропихнет того что не нужно но нет как правило пропихивают и еще как подходим к девятой категории это использование компонентов с известными уязвимостями ну здесь в принципе все и так понятно компоненты такие как библиотеки фреймворки программные модули спускаются с привилегиями приложения и эксплуатация уязвимого компонента может привести к потере данных перехвату контроля над сервером и очень другие она влечет последствия нехорошие использование приложением и IP компонентов с известными уязвимостями может нарушить защиту приложения в принципе данную категорию на примере WordPress и плагина AutoSuggest то есть я поставил новенькую WordPress свежую буквально вчера нашел к ней плагин уязвимый поставил в нее и получил в общем-то SQL инъекцию то есть даже если WordPress сама по себе безопасна но вы поставили компонент который уже содержит некоторые уязвимости то защищенность общей вашей системы она естественно под ударом вот я взял с exploit DB скажем так proof of concept вот через SQL map запустил и у это программа которая автоматизирует процесс поиска и эксплуатации инъекции ну чтобы руками долго не крутить если допустим ты видишь что ну есть все признаки наличия инъекции запускаешь SQL map он собственно находит все что нужно и содержит достаточно большой перечень опций и это просто как швейцарский нож для инъекции очень удобно и видим что в принципе легко это все эксплуатируется и мы в итоге получаем полный доступ к базе данных как это предотвратить ну очевидно не использовать компоненты которые ты не знаешь или которые например ты просто поставил и решил пусть будут но в итоге так к нему не пришел о таких вещах как правило забывают но потом спустя какое-то время люди на каких-то форумах находят там уязвимости публикуют как их эксплуатировать в ад приступ и в итоге приложение скомпрометировано вот и последнее А10 это недостатки журналирования и мониторинга здесь уже скорее они рассматривают как последствия взлома недостатки журналирования и мониторинга а также отсутствие или неэффективное использование систем реагирования на инциденты позволяет злоумышленникам не только развивать атаку но еще и скрывать свое присутствие закрепляться на определенных компьютерах для того чтобы продвигаться все дальше вглубь систему и такая очень нехорошая статистика например на 2016 год обнаружение проникновения занимало в среднем 191 день это очень огромный срок при котором там можно вообще всю систему изучить закрепиться там на практически всех машинах и украсть или нанести какой-нибудь серьезный вред компании и при этом что самое интересное замечали взлом не сама компания а именно замечают взлом как правило сторонние исследователи ну или какие-то компании которые потом занимаются пентестом вот ну тут в качестве примера можно такое привести злоумышленник например нашел какой-то пароль и решил его поставить попробовать использовать к разным учетным записям к некоторым он действительно подходит все для остальных влогах это ну ничего серьезного будет просто запись такая неудачная вход но через несколько дней попытка может повториться уже с другим паролем что здесь нужно делать регистрировать все ошибки входа доступа и проверки данных на стороне сервера с указанием контекста достаточного для выявления подозрительных или вредоносных действий а также хранить их для последующего анализа логи крайне важно читать крайне важно анализировать у меня был такой случай интересный тоже друг решил поставить сайт причем он купил шаблон на достаточно известном магазине шаблонов и через некоторое время он мне пишет у меня стали на сайте появляться странные файлы ну я говорю давай посмотрим логи все он мне прислал и я смотрю у него там в логах два запроса от питона и третий запрос уже шел файл он почистил его и говорит мне на следующий день что все последствия устранены все но я ему объяснил здесь важна именно причина а не последствия потому что если ты удалишь шелл но не нашел причину того как он залился то этот шелл будет ну фактически каждый день пока хакеру не надоест он будет туда заливаться собственно чем помогли логи то есть по логам видно куда был обращен данный запрос питона и после того как я отследил этот файл я просто загуглил его и оказалось что это у нас как раз был класс А9 это как раз был сейчас секунду компонент с известными уязвимостями и казалось бы магазин должен проверять все но вот никто не застрахован от такого и поэтому если вдруг будете покупать шаблоны где-то то обязательно проверяйте в интернете есть ли в них уязвимости или нет а то можете поставить себе шаблон и в итоге у вас появится на следующий день несколько файлов которых вы совершенно не ожидали увидеть про Avasp Top 10 в принципе все я постарался на достаточно простых примерах описать категории уязвимостей и мы рассмотрели в принципе по каждой уязвимости на одну категорию тема безопасности она достаточно большая она выходит за пределы даже не то что час а месяц наверное даже нескольких месяцев поэтому кому будет интересно в принципе можете зайти на сайт Avasp и посмотреть все что там есть и какие еще ресурсы в принципе я бы посоветовал тем людям которые хотят как-то дальше развиваться безопасности но так как у нас идет PHP то конечно же первый ресурс это PHP для PHP разработчиков для безопасников кто работает с PHP это должен быть вторым домом потому что очень важно всегда следить за всеми нововведениями за тем что устаревает что добавляется тоже пример из работы пришел проект в котором все еще используется расширение MySQL его уже в принципе начиная с седьмой ветки удалили но люди все еще используют такие вот устаревшие вещи авасп.org о чем я в принципе рассказывал вот r.org это достаточно хороший форум на котором можно почитать на русском языке вот обо всех уязвимостях которые я осветил более подробно плюс там еще ведут вели точнее сейчас не особо активные дискуссии по этому поводу какие-то исследования достаточно интересный материал форум tchat.ru тоже довольно интересный комьюнити в котором можно почерпнуть очень много полезного я там часто сижу отзывчивые ребята и помогут в принципе советами помогут делом тоже крайне советуем exploitdb.com а здесь как раз стоит смотреть скажем так примеры вредоносных кодов которые направлены на разные продукты например когда я показывал проект точнее уязвимость с wordpress пример именно я брал с эксплуат хакер ван ком хактивити хакер ван ком это достаточно интересная платформа где компании достаточно крупные такие как например авито сони из таких известных размещают ресурсы которые вы можете попробовать повзламывать и еще сделать это легально и к тому же получить за это деньги я там участвовал достаточно интересно было но куда интереснее читать именно хактивити то есть там компании открывают так сказать репорты которые можно почитать то есть как их взломали и за что в итоге они выплатили вознаграждение хакера вот в таких репортах очень много содержится полезной информации очень много практических примеров ну которые в принципе заточены под определенные порты можно для себя взять что-то на вооружение оттуда хабр я думаю в представлении не нуждается все его читают хакеру Александр сори у нас тайминг я предлагаю к вопросам перейти если вы не против окей да да там уже все да конечно друзья я думаю что Александр сейчас задал жару и возможно даже напугал кого-то я во всяком случае подумал если есть А10 то возможно есть и А100 Александр что скажете ну помимо Авасп Топ Тен конечно существует огромная просто тьма уязвимостей но этот проект Авасп Топ Тен он именно нацелен на то чтобы взять самые популярные уязвимости классифицировать их и предоставить их нам чтобы мы с ними ознакомились и хотя бы эти уязвимости мы с вами устранили не допустили друзья вопросы еще пожалуйста в чате товарищи вебинаристы вопросы во всяком случае после вопроса после доклада Александра я серьезно задумался моим чат ботом надо срочно его будет пересмотреть и друзья если вопросов больше нету Александр большое спасибо а я предоставляю спасибо Михаил пожалуйста вам слово Александр забираем экран сейчас мы себя покажем друзья картинка видна все ли нормально у нас вот здесь сейчас должна быть презентация с нашими с классическим таким синим стилем плюсик в чат напишите если все хорошо один-два раз тестируем еще раз да супер друзья слово Михаилу пожалуйста здравствуйте значит меня зовут Михаил Клюев собственно я являюсь начальником отдела тестирования проекта турбоконтракт ну как бы ссылка турбоконтракт точка ру кому интересно можно посмотреть значит в свое время я получил специальность математик системный программист поскольку у нас в институте не было скажем так веб-подразделения PHP HTML и JavaScript я уже закреплял Алексею непосредственно соответственно мой опыт именно веб-разработке более 8 лет то есть первый раз я где-то пощупал наверное веб наверное в 2008 ну и вот так вот пошло поехало непосредственно в тестировании как бы я начал где-то более 5 лет назад потихонечку как бы собственно двигаюсь значит ну начинал скажем так с простого потыкать палочкой закончил уже вот как видите целым руководителем целого отдела значит ну чтобы понимали про значит наш маленький немаленький проект у нас значит соответственно высоконагруженная информационная система для составления документов юридически важных значит мы используем соответственно стек технологии стек технологии PHP JavaScript ну там соответственно еще WebSocket внутри и много-много-много разных интересных штук значит у нас есть претензии на мировой рынок вот поэтому как бы продукт должен быть как следует оттестирован проверен не скажем так падать на каждой презентации ну и вот собственно говоря на всяких выставках и конкурсах мы участвуем даже завивали международный титул Legal Startup в Лондоне и так теперь собственно говоря перейдем к тестированию тестирование на самом деле тема достаточно большая широкая неважно где вы будете применять но мы соответственно рассмотрим именно зону то есть зону веб-разработки непосредственно PHP начнем с самого простого вопроса кто же такие что же такое тестирование кто такие тестировщики многих называют тестерами это не совсем корректно потому что тестер это прибор который измеряет напряжение в сети а тестировщик это собственно персонаж который занимается тестированием значит многие ошибочно считают что тестирование это просто поиск ошибок в вашем приложении это тоже неверно потому что тестирование это проверка соответствия вашего приложения его технической спецификации ну то бишь попросту говоря что ваше приложение соответствует поставленной задачи выполняет поставленные на него функции и никак иначе Значит, что мы можем тестировать? Ну, чисто теоретически мы можем тестировать вообще все, что угодно, что есть в приложении, но вопрос, насколько оно вам нужно. То есть, например, смысл тестировать, ну, скажем так, сколько пикселей у вас будет высоты шрифта в мобильном приложении может быть интересная задача. Но практически, если вы при этом, например, не проверяете, что у вас данная страница вообще загружается, это, скажем так, достаточно бесполезно занять. Вы должны определить, что, ну, то есть поставить, скажем так, ну, скажем так, развитие вашего тестирования от самого простого к самому сложному. Ну, собственно говоря, теперь, скажем так, пойдем дальше. Почему оно может оказаться не так просто, да? Значит, очень часто бывает, что многие проекты, они приходят к необходимости тестирования уже очень поздно. То есть, вот, например, проект, где я работаю, они пять лет работали без тестирования. Вот. Пришел я, схватился за голову, что ничего нету, все плохо, и нужно буквально начинать с нуля, причем все это нужно было вчера. Вот. Соответственно, как бы руководство недооценивало необходимость именно в тестировании. Вот. Соответственно, как бы слишком позднее решение, это тоже очень плохо, ну, как бы накладывается ограничение, потому что когда у вас в проекте, условно говоря, там, в ваш проекте стоит, условно говоря, из пяти страниц, десяти классов, и там одной таблицы в базе данных, покрыть тест на такое приложение намного проще, чем когда оно у вас уже разрастается. Остается до примерно шести тысяч файлов, сто восьми таблиц и безбожного количества HTML кода. Значит, также отягчающими обстоятельствами является отсутствие простых инструментов, то есть нет такого инструмента, который можно, вот, условно говоря, взять, поставить его где-то там у себя на веб-сервере и на локальном компьютере, и все. То есть в любом случае любой инструмент потребует определенного изучения и потребует, соответственно, ну, какого-то уровня вхождения, плюс их еще и придется комбинировать, потому что, опять же, как я расскажу чуть дальше, вот именно готовых решений тоже вменяемых нет. Ну, поскольку, скорее всего, в тестирование вы, скажем так, попадете, как человек, не знающий, столь, скажем так, сложный уровень вхождения может вызвать у вас отторжение от темы, это неправильно. Стоит пытаться добиваться, как бы поставить цели маленькими шагами, потихонечку, с ошибками, с наступанием на грабли, с отбиванием себе шишек, но постепенно нужно именно приходить, как бы, к тому, что оно у вас должно быть. Ну, и, соответственно, поскольку в него мало кто идет, потому что многие считают, что в тестировании это сугубо вот приходит студент и нажимает кнопочки в приложении, больше он ничего не делает. Это, скажем так, не совсем тоже корректно, потому что хорошие специалисты по тестированию вырастают именно из программистов и никак иначе. То есть, ну, опять же, чуть дальше объясню, почему именно так получается. Вот. Многие могут задаться вопросом, а зачем оно вообще мне нужно? Ну, как я и говорил, что вы выходите на мировой рынок, продаете ваш продукт какому-нибудь крупному там покупателю, он ставит его себе на сервер, если это, например, не SaaS решение, да, запускает его, что-то начинает в нем делать, а ему на всю, на все, скажем, во все окошко веб-браузера вылезает fatal error, там что-нибудь куда-нибудь там, он вам звонит и вы краснеете, а он оставляет на вас очень плохой вывод. То есть, скажем так, пара таких неудачных покупок, и ваш продукт обречен на то, что его вообще никто не купит. Собственно говоря, какой можно вынести опыт для себя? Ну, как бы тестирование, вот именно может быть его автоматизированная часть, она приводит к тому, что вы начинаете писать код, который лучше структурирован. Вы начинаете лучше понимать паттерны проектирования, почему они именно сделаны так, а не как иначе, потому что многие, например, смотрят в какой-нибудь тот же Solid и думают, зачем он нужен, вот зачем мне вот это, вот я вот все сложу, условно говоря, в лапшу в один метод, и все будет прекрасно. Когда вы дойдете до тестирования такого метода, вы поймете, что вы были очень неправы, и что его придется действительно разложить по Solid. Собственно говоря, опять же, возвращаясь, почему это должен, ну, почему лучше, если за это возьмется именно программист, а не отдельный студент. Многие инструменты автоматизированного тестирования требуют программирования, причем в идеале на том языке, на котором у вас написан ваш проект. Потому что, ну, скажем так, поскольку обычно готовое, законченное тестирование – это сборка различных методов, мы представляем, что у нас, допустим, один вредник тестирования сделан на Яве, второй на Go, третий на PHP, четвертый вообще написан на какой-то смешанной реализации JS с чем-нибудь. В итоге вам придется держать много специалистов, чтобы это поддерживать. Это не очень хорошо, либо, ну, то есть, либо второй вариант – вы должны знать пять языков программирования, что, в общем-то, не самый лучший вариант, потому что они могут быть разные, в них можно очень легко запутаться. Теперь, может быть, самый сложный, ну, как самый такой интересный вопрос, вот я сейчас вот это вот все рассказал, стало страшно, зачем это все нужно, то есть, мы себе сейчас придумаем проблему, потом ее будем героически преодолевать. На самом деле проблема – это кажется, скажем так, ну, первый час, вот честно. То есть, это первый тест, первый час, дальше все становится обычно очень просто. То есть, после того, как вы справитесь, условно говоря, с первым тестом, вы уже поймете, как оно должно работать. Написав там первую сотню тестов, вы уже начнете по-другому смотреть на свой собственный код, потому что у вас изменится подход именно к, скажем так, к написанию кода, в принципе. Соответственно, вы сможете, скажем так, мотивировать свою команду писать код правильно. Не лапшу, а именно хороший, правильный код. В противном случае вы рискуете столкнуться с тем, с чем я столкнулся, придя на свое текущее место работы. У нас есть файл из 8000 строк, в котором, по-моему, порядка 12 методов. Ну, я думаю, несложно догадаться, что средняя длина метода порядка 800-1000 строк. Понять, что происходит в этом методе практически невозможно. Тестировать его невозможно. И вот, условно говоря, сейчас, ну, как мы сейчас у нас стоим другие проблемы, но вот это вот лежит, так сказать, таким запылившейся задачей отрефакторить вот эту вот простыню лапшу, чтобы сделать из нее изменяемый код. Потому что очень многие компоненты этого кода, они просто где-то повторяются. То есть есть короткие методы, там, в 10-20 строчек, которые делают то, что написано отчасти в этом методе. То есть в случае, если мы что-то меняем, нам нужно лезть в этот метод, тратить очень много времени на то, чтобы разобраться, где там что написано, и, соответственно, провести его в порядок. Ну, теперь, собственно говоря, давайте перейдем к типам тестирования. Тестирование может быть, как вы понимаете, два двух видов – ручное и автоматизированное. Значит, ручному тестированию обычно должны подвергаться, ну, в основном, новый функционал. То есть программист сделал какую-то задачу, нужно проверить, что она работает. Соответственно, здесь важно, чтобы для программиста была поставлена корректно правильная задача, и, соответственно, тестировщик проверит ее на соответствии задачи. Ну, как бы рассказывать именно, как это делается, это можно достаточно долго. Вот, соответственно, ручным тестированием может заниматься кто угодно. Вот как раз можно нанять просто студента, который что-то будет тыкать, можно посадить там, не знаю, там, свободного секретаря. Главное, чтобы этот человек не… ну, то есть, как бы… ну, чтобы у него похоро… ну, то есть, очень хорошо, когда есть ротация именно таких вот ручных тестировщиков, они лучше видят проблемы не замыленным глазом. Есть второй вариант подхода, когда, наоборот, человек с программным образованием, ну, или с минимумом ходить, занимается ручной тестированием. Ну, в чем смысл? Этот человек сначала смотрит код, и практически, если он его умеет читать, он может понять, чего можно не делать, чтобы не тратить время. Ну, то есть, допустим, вы видите, что у вас входящие данные, то есть, допустим, у нас есть входящий параметр, который должен быть числой. То есть, если вы видите, что программист заложил его, заложил туда, допустим, валидацию по регулярному выражению, да, ну, его будет… Можно, конечно, сломать, да, то есть, сломать можно все, что угодно, как мы знаем от предыдущего спикера, вот, но, как бы, тратить свое время на то, чтобы проверить, можно ли туда вписать слово «Dart Vader», «Собачка», «Пустое», там, что-то или еще что-то, можно не тратить. Соответственно, это так называемое тестирование непосредственно серого ящика, то, что вот, когда у вас человек тестирует, не зная, не видя код, это тестирование черного ящика, ну, большой экскурс. Собственно говоря, что не получится протестировать вручную? Не получится протестировать нагрузку, даже не думайте это делать. У вас не тысяча рук, чтобы просто руками на тысячи компьютерах нажать одну и ту же кнопку. Не получится сделать, ну, стресс-тестирование, оно, в общем, оттуда же, также не получится перетыкать всю систему, особенно, если она у вас большая, и сделать это быстро. То есть, основные проблемы отсутствия, ну, то есть, иногда бывает, что некоторые проекты у себя организуют сугубо ручное тестирование и опускают необходимость автоматизированного тестирования. Почему это приводит, когда проект разностаивается? Приходит задача, ее тестируют, а эта задача чуть-чуть где-то там потрогала какой-то код, в итоге где-то что-то поменялось и отвалилось совершенно в другом месте. То есть, на совершенно другой странице, может быть, даже в совершенно другом разделе системы, может даже не быть связано с тем местом, которое вы трогали. То есть, условно, вы поменяли поле ввода на одной странице, отвалился где-нибудь вывод где-нибудь в совершенно другом месте. Такое тоже, в принципе, бывает. Значит, собственно, автоматизированное, тестированное, что оно нам даст? Оно нам, во-первых, даст возможность быстро проверять то, что у нас уже есть. То есть, так называемая регрессия. То есть, мы проверяем, что в текущем нашем приложении ничего не сломалось. То есть, допустим, при тестировании новой задачи мы проверили, что новая задача работает, потому что тестов на нее физически еще нет. И проверили, что все, что у нас работало ранее, не отвалилось. Второй вариант – это вы запускаете тесты раз в какой-то период, либо при каких-то событиях в системе контроля версии, и, соответственно, получаете, что новый, то есть, скажем так, добавление нового функционала ничего не сломало. Иногда такое бывает, что два тикета, ну, то есть, две задачи по отдельности работают хорошо, после слияния все ломается. Хотя они могут, например, опять же, даже друг друга не затрагивать. То есть, при слиянии гид сказал, что все без проблем, а в результате получилась ошибка. Собственно говоря, автоматизированное тестирование лучше разделять. То есть, разработчик, который непосредственно разрабатывает код, должен тоже участвовать в этом самом автоматизированном тестировании. Почему? Он пишет код. Он должен написать на него модульный тест. Именно он, потому что тестировщик, который занимается автоматизированным тестированием, у него хватает своих, скажем так, задач именно по автоматизированному тестированию. Разделяется это обычно с следующей целью. То есть, программист пишет тест модульный, функциональный. Тестировщик пишет тест приемочный. Приемочный тест, он несколько сложнее, чем первые два. Об этом чуть позже. Соответственно, тут нельзя, скажем так, перевалить всю работу на кого-то одного. Поэтому, как бы, есть случаи, когда простые задачи, у меня в примере не было, но мне, скажем так, рассказывали на одном из мест, у них было то, что они не выпускали новый функционал, пока не покроют его полностью тестом. Это тоже не совсем корректно по одной простой причине. Приемочный тест пишется долго. Когда его еще и включают в цикл нагрузочного тестирования, это еще дольше. В итоге у них получалось так, что простое изменение, там буквально, ну, не знаю, там добавить, например, вывод какой-то новой строки мог длиться неделю. Хотя я понимаю, что задача занимает, ну, минут 10, ну, да, если написать, там, допустим, это через отдельный модуль, написать на него, там, модульный тест займет это, ну, часа 2-3, не больше. С чем, собственно говоря, какой может быть подвох в автоматизированном тестировании? Очень у многих, скажем так, руководителей есть такая идея сделать автоматизированное тестирование и уволить всех тестировщиков. Ну, вот такой вот очень хитрый подход, то есть он не совсем верный, то есть он в корне неправильный, потому что автотесты не смогут найти все ошибки в любом случае. Какими, сколько бы у вас их не было и каким бы идеальными они у вас не были. То есть, например, насколько я знаю, все знают ВАДУ. В БАДУ 8 тысяч модульных тестов и 3 тысячи приемочных, а у них, по-моему, отдел тестирования человек 20, что ли. Вот, хотя это один небольшой сайт. Вот, второй момент, что иногда, опять же, на автоматизированное тестирование возлагают слишком, скажем так, большие надежды, что вот у нас как бы будет, ну, есть автоматизированное тестирование, можно там, допустим, что-то не проверять, можно пустить какую-то паранойю, да, там что-то забыть проверить. Это тоже очень нехорошо. Он ведет просто к тому, что начинают пролезать ошибки, которые как бы раньше ловились. Ну, собственно говоря, про автоматизированное тестирование немножко может быть, ну, юнит-тесты. Это, они же модульные, мы проверяем, мы проверяем непосредственно работу конкретного метода. За пределы метода мы не выходим, то есть проверяем только работу этого метода, все внешние вызовы в нем закрываются. Функциональное тестирование мы проверяем функцию нашего приложения в различных, соответственно, заданных условиях, то есть что в заданных условиях наше приложение, функция, метод выполняют нужные нам требования. Приемочное тестирование в случае веб, соответственно, в случае веб-части, это обычно проверка того, как ваше приложение работает в браузере. Ну, в различных браузерах, то есть мобильные браузеры, браузеры, скажем так, обычные оконные, десктопные. Вот, то есть обычный приемочный тест, это, скажем так, вот такая программа, которая открывает браузер и тупо в нем за вас тыкает. Вот, есть, соответственно, еще тестированные производительности, когда мы наше приложение нагружаем и смотрим, как оно при этом работает. И есть тестирование безопасности. Ну, собственно говоря, прошлый спикер части рассказывал именно о нем. То есть, ну, он, может быть, рассказывал именно о пучном варианте тестирования, а можно его, в принципе, уложить и какие-то автоматизированные запуски, то есть прогонять стандартный набор попыток взлома по своему приложению и проверять, что ваши изменения не нарушили безопасность. Значит, есть еще полуавтоматические методы тестирования. Это такой, скажем так, хитрый подход, когда вы что-то проверяете руками, но некоторые действия за вас выполняют какой-то автоматический механизм. Ну, скажем так, из распространенных это, пожалуй, селением ID и AutoIT. Вы можете записать какой-то скрипт. Ну, например, ну, самое простое. Вы развернули приложение, вам надо там зарегистрироваться, авторизоваться под пользователями. Где-то там уже внутри что-то проверять руками. Вы можете записать скрипт регистрации, авторизации, вот в такую штуку. И потом просто по нажатию двух клавиш оно само все нажмет и вернет вам управление уже, когда оно выполнит скрипт. Собственно говоря, можно написать что-то подобное самостоятельно на различных языках. Ну, вот я знаю, у меня на прошлом месте работы была такая штука написана на питоне. Либо можно, это не очень рекомендуется, можно сделать похожие вещи на Яваскрипте, то есть просто вызывать через консоль какие-то действия. Почему это не рекомендуется? Потому что, скажем так, Яваскрипт в браузере видит несколько больше, чем вы можете, ну, чем вы видите им глазами. То есть, условно говоря, он может нажимать на кнопки, которых не видно на экране. Вот. Значит, расскажу еще про такие интересные вещи, которые как бы относятся именно тоже к тестированию. Пригодят они именно разработчикам PHP. Это PHP CS, иногда в простонародье просто KS. Вот. Значит, это синтаксический анализатор. И PHP STAN – это статический анализатор. Значит, первый анализатор проверяет ваш код именно на корректность синтаксиса. То есть, во многих компаниях заведено такое понятие, как код стайл. То есть, ваш код должен соответствовать определенному корпоративному стандарту. Обычно вот такие синтаксические анализаторы проверяют, что ваш код именно соответствует этому стандарту. В принципе, помимо всего прочего, он еще проверит, что вы не забыли какие-нибудь бэкслэши у namespace написать, еще что-то вот такое. То есть, какие-то важные элементы проверить. Ну, на самом деле, как настроить. То есть, тут вот очень гибко можно настраивать именно синтаксический анализатор. Статический анализатор как раз проверит ваш код на, вот именно на, скажем так, именно на, как бы, то есть он проверит, например, что вы прописали все юзы, что количество аргументов соответствует вызову, что выбрасываемое исключение будет перехвачено или оно, значит, соответственно, как-то задокументировано. То есть он именно проверит статически ваш код именно на, даже не знаю, ну да, вот именно на нюансы, которые могут, скажем так, вызвать ошибку. То есть это такой, скажем так, не то, что грубый метод, но это проверка именно соблюдения, скажем так, того, как вы пишете. На самом деле, разработчики того же PHP-стена говорят, что для того, чтобы там поставить самый высший уровень проверки, нужно быть богом кодинга, вот, потому что он будет придираться чуть ли не к каждой строке, что вот здесь вы написали, условно говоря, вызов вот этой функции, она там в каких-то случаях может быть небезопасна, например, или возвращать нестандартное значение с вашими аргументами. Значит, теперь немного об инструментах. Ну, самым, пожалуй, интересным в случае PHP является PHP-юнит, потому что обычно на базе PHP-юнита можно написать тесты вообще всех, ну, то есть для любого автоматизированного тестирования. То есть изначально PHP-юнит предназначен для тестирования, именно модульного, но благодаря как бы подшиванию к нему библиотек, через него можно через него организовать и нагрузочное, и приемочное, и, собственно говоря, и стресс, и безопасность, и все, что угодно. Значит, используется он достаточно легко. Вы создаете метод test case, который создает инстанс нужного тестируемого вами кода, и просто его прогоняет. Соответственно, в нем тестами можно управлять, там для этого есть специальные теги, их достаточно много, они хорошо задокументированы на phpunit.de. Вот, значит, одним из важных моментов, которые обычно упускаются в статьях именно про PHP-юнит, это mock-объекты. Это, собственно говоря, то, чем вы должны закрыть все внешние вызовы, и этим не стоит пренебрегать. То есть почему не стоит? По одной простой причине, что в mock-объекте можно задать, сколько раз вы его вызовете. Не просто его, не просто заткнуть там какой-то внешний вызов, а вы знаете, что ваш нет, ну, то есть что ваш тестируемый код должен вызвать вот что-то там один раз, или два раза, или три раза. И вы можете это четко записать. Если ваш тест, ну, то есть если в результате выполнения теста вы не вызовете нужную вещь, сколько указано раз, а тест будет не пройден. То есть можно вот именно, то есть оно более как бы позволяет, скажем так, более жестко проверять именно логику метода. Значит, также можно для однообразных ситуаций, то есть для тестирования одного метода можно написать один тест и кормить у него разные данные. Ну, собственно говоря, для этого существуют дата-провайдеры. Обычно это просто массив массивов. Тест просто, ну, для каждого цикла переваливает, ну, то есть передает в метод теста, передает непосредственно эти данные. Ну, и, собственно, главное, за что мы любим PHP, это assertions, они же утверждения. Это, ну, по сути, это те команды, которые, собственно говоря, проверяют то, что исполняемое вами является верным. То есть вы утверждаете, что, допустим, результат вызова вот этого, true, массивы равны, а файл присутствует там-то. То есть на самом деле, опять же, ну, то есть именно assertions очень много. Сравнивать, ну, то есть именно проверять ими можно тоже очень много. Ну, и, соответственно, если хоть один assertions у вас не выполнится, тест у вас, соответственно, считается провальным. На самом деле именно про работу PHP-юнита можно рассказывать очень долго. Там очень много вариантов кейсов, которые можно использовать. Использовать у нас, например, по PHP-юниту внутренняя статья. Это четыре страницы, ну, то есть четыре отдельных пейджа в вики. Вот, и все они посвящены именно непосредственно PHP-юниту. Значит, такой инструмент, как Selenium. Есть у него аналог на... Ну, то есть он сам на Selenium написан на Яве, есть у него аналог на Goal, называется Selenoya. Вот, почему именно в веб порекомендую именно Selenium, потому что к Selenium есть PHP-веб-драйвер. Это такая хитрая библиотека, которая позволяет, скажем так, это такая хитрая библиотека, которая позволяет, собственно говоря, команды, ну, то есть скрипты, написанные PHP, превращаете в команды для Selenium, и, собственно, Selenium за вас будет тыкать. То есть вы пишете на PHP, казалось бы, PHP-серверный язык, а вы пишете на нем, скажем так, сценарий исполнения того, что нужно выполнить. Значит, Selenium представляет из себя клиент-серверную систему, при этом, скажем так, вы отдаете команды серверу, а клиенты, то есть, ну, то есть, которые, как бы, к нему подключаются, собственно говоря, являются, скажем так, тестовой средой. В итоге можно в хаб передать много тестов, он их разбросает по своим клиентам, и у вас параллельно будет исполняться много тестов. Это, на самом деле, достаточно удобно. Значит, есть еще для автоматизированного тестирования вот такая штука, Galen Framework. Сам с ним знаком, ну, скажем так, знакомлюсь. Идея в том, что эта вещь проверяет верстки. Ну, идея в том, что делается скриншот во время работы Selenium, и этот скриншот через этот фреймворк сравнивается с эталонным изображением. В результате вы получаете температурную инфографику расхождения полученной картинки. Если, соответственно, есть температурные точки, которые горячей заданного порога, Galen вам сообщит, что у вас есть нарушение верстки. Очень хитрая штука. Теперь, что касается о готовых решениях. Обычно готовые решения призваны вроде как упростить, но по факту получается, что готовые решения не упрощают то, что вы будете делать, а наоборот, скажем так, либо усложняют, либо сильно снижают ваши возможности. То есть, например, есть очень много решений, которые позволяют писать тесты, скажем так, в три строки. Я делаю что-то, при таких-то условиях должен получить это. Причем именно, как я вам это перевел, так называемый BDD. То есть, это человекопонятные тесты. Это все. Ну, то есть, звучит это очень красиво, но, к сожалению, работает это не так красиво, как кажется. Во-первых, очень сложно обычно оптимизировать именно эти решения под свой проект. То есть, вы потратите больше времени на адаптацию этих решений готовых под свой проект, чем вы напишите свои какие-то решения. Они могут показаться более густарными, но они будут лучше отвечать именно задачам вашего проекта. Потому что, ну, взять, скажем так, какую-нибудь Акиту, потому что ее, например, использует Альфа-банк, и там BDD, ну, замечательно, но вы с ней замучаетесь. То есть, она может просто, скажем так, половину того, что вы хотите тестировать, она просто не сможет. Значит, важным в тестировании является именно подготовка вашей тестовой среды. Значит, в тестовой среде можно отнести как и непосредственно окружение, в котором выполняются тесты, так и, допустим, подготовку базы данных. Очень многие любят, значит, делать это просто через дамп. То есть, снимается дамп, он где-то там лежит. Ну, честно говоря, это не совсем правильно. Для вообще проекта лучше иметь какую-то свою внутреннюю систему именно для применения изменений в базе данных. Значит, во-первых, тут вы получите, во-первых, стабильность в применении патчей к базе данных, во-вторых, у вас будет история изменений, то, что их можно в случае чего делать с возможностью отмены, тестировать, соответственно, можно готовить базу данных под определенную структуру, применяя только определенные патчи, соответственно, это на самом деле очень полезная вещь, не только для тестирования, но и для проекта в целом. Значит, собственно говоря, из минусов, скажем так, ручного применения патчей, это то, что мы ехали-ехали, у нас что-то по дороге отвалилось, а вы начали применять патч, а он упал. Поскольку, как бы, многие проекты, допустим, выходят в продакшн-среду, и уже там, ну, то есть есть, ну, они развиваются, 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 выходят в продакшн-среду, продолжают развиваться, выкладывают какой-нибудь патч в базу данных, и тут, скажем так, у них что-то отваливается, потому что патч не применился, и приходится базу данных разворачивать из бэкапов. Выясняется, что разработчик, который писал данный патч, исходил из базы данных, собранной вот такими же ручными патчами, и у вас база данных у разработчика отличается от базы данных в тестовой среде и в среде, соответственно, продакшн. Вы абсолютно не знаете применение, какие патчи вообще применены к вашей базе данных, потому что вы не можете это контролировать, ну, кроме как залезть вручную в интерпретатор, вызвать там show tables или посмотреть information схема. Вот, соответственно, есть опасность повторения одних и тех же патчей дважды. Если патчи какие-нибудь структурные или модифицирующие данные, это может привести к разрушению базы данных. Восстанавливать ее, опять же, получится только из бэкапов. Ну, соответственно, все это как бы большой риск ошибок и вероятность того, что ближайшую ночь и ближайшие выходные вы проведете за восстановлением, за помощью разработчикам в восстановлении работоспособности вашего продукта. Собственно говоря, когда у вас есть механизмы разворачивания, ну, скажем так, пустой базы данных, применение к ней патча, вам понадобится подготовка тестовой среды. То есть некоторые тесты для своего исполнения требуют, чтобы база данных была не пустая, не были какие-то данные. Ну, как я сказал, в случае ручного варианта многие просто делают какие-то даймпики, потом их применяют, получается обычно не очень, ну, опять же, по тем же самым причинам. Плюс даймпики могут что-нибудь сломать. Вот, значит, при, скажем так, при подготовке тестовых данных, соответственно, лучше использовать отдельную базу данных, потому что идеальным вариантом запуска автоматизированных тестов является то, что перед тестами вы очищаете розу данных. Если в ней кто-то работает, соответственно, такая очистка приведет к тому, что от вашей, то есть он придет с утра, а там ничего не останется. А в худшем случае, если кто-то догадается запустить тесты на продуктовой среде, результат будет достаточно печальный. Собственно говоря, тесты нельзя запускать в продуктовой среде и на каких-то реальных данных, потому что тесты иногда ломаются. Ну, то есть тест что-то делает, находит ошибку, ошибка вызывает нарушение структуры в базе данных, и у вас что-нибудь начинает плыть. Может привести, опять же, к разрушению продуктов. Ну, то есть, ну, либо среды разработки, если, допустим, у вас разработчики что-то проверяют на каком-то внутреннем сервере, либо, соответственно, к падению продакшен сервера. Значит, между тестами вам может понадобиться применение, скажем так, ну, то есть изменение базы данных. Поэтому, соответственно, вы должны достаточно быстро иметь возможность базу очищать и обратно наполнять. Ну, тут, пожалуй, могу сказать, что это достаточно сложная задача написать такой модуль, который будет заливать вам тестовые данные под вашу конфигурацию. То есть, как бы, основная идея этой штуки заключается в том, что вы пишете какую-то минимальную конфигурацию, то есть, например, вложенных массивов или там JSON-XML, а на выходе у вас получается набор соответствующих инсертов к вашей базе данных. Причем в идеале вот эта вот конфигурация, которую вы передаете, она должна быть проверена, а заливаемые данные должны, скажем так, соответствовать типам заливаемых данных. То есть у вас должна быть как бы у этого модуля обратная связь с базой данных, иначе она вам может просто заливать чего-то такого. Например, очень интересная задача, когда у вас в качестве данных идут, например, какие-то номера. ИНН, ОГРН, что-нибудь такое. Вот. Если вы никак не валидируете, что у вас туда заливается, результат может быть тем, что вместо ОГРН у вас будет там лот, ну, все помнят эту известную заглушку на латинском языке. Собственно, тут могу, пожалуй, похвастаться вот таким вот штукой. Собственно говоря, мы такую задачу решили, написали на PHP модуль, который, допустим, ест... То есть мы используем у нас Symfony, там OREM Doctrine 2. Значит, этот модуль, ну, то есть ему передается минимальная конфигурация, которая, по сути, представляет из себя название таблиц, которые надо заполнить. Оно из них конфигурирует зависимые между друг другом записи и заливает их базу данных. На выходе выклевывает, скажем так, слепок того, что было залито. Значит, есть очень высокая вероятность, что данное решение скоро появится на Дехабе. Вот, мы его сейчас у себя откатаем, как следует... Вот, ну, появится, соответственно, напишу. Значит, в этом модуле, в частности, используется вот такая вот интересная штука, называется Faker. Ищется как HP Faker. Название автора там очень такое непроизносимое. Это генератор произвольных данных. Значит, идея в том, что вы у него спрашиваете какое-то значение, а он его в зависимости от локали, соответственно, выбранный локали выдает вам какие-то совершенно произвольные данные. То есть это имена, фамилии, название компаний, должностей, цифры, строки, текст. Причем он, скажем так, повторяем. То есть они будут человекопонятны. То есть это непростой набор символов. И при этом это те данные, которые вам нужны. Ну, например, у нас было, например, название компании Power, RIP, IT, сервис, консалтинг. Ну вот, то есть вот такие вот достаточно забавные названия может выдавать. Иногда просто можно его пару раз вызвать, просто как бы посмеяться над результатом. Значит, тут еще стоит заметить на такой момент. Тестовые данные – это, конечно, очень хорошо, но есть очень нехороший момент, потому что иногда ошибки повторяются только на данных, полученных в результате работы пользователя, либо наоборот. То есть ошибка может повторяться только на данных, сгенерированными вот этими тестовыми механизмами. Собственно говоря, из живого примера на прошлом месте работы поставил задачу разработчику поправить ошибку. Он приходит и говорит, нет, показываю скрин, ну вот. В итоге, значит, после, наверное, 5-6 перебрасываний задачи друг к другу, мы сняли ему там база, которая у меня была, и он действительно смог повторить ошибку, потому что он пробовал ее повторить на данных сгенерированных машин, а у меня данные были ручные, там где-то что-то, какое-то поле не дописывалось, или там вместо ну писалась пустая строка, и этого вполне себе хватало, чтобы вызвать какую-то очень фатальную ошибку. Также для автоматизированных тестов, ну и в принципе для хорошей разработки вам понадобится виртуализация. Да, в чем смысл? К вам приходит новый человек, вы ему говорите, ставишь себе опыт сервер, ставишь еще что-то, еще что-то, еще что-то, потом там что-то настраиваешь, и в итоге человек у вас вместо того, чтобы втягиваться в работу, 2-3 дня занимается чисто тем, что настраивает у себя где-то на машине что-то свое, что будет работать не так, как у всех. Для того, чтобы избежать этой проблемы, очень полезно, когда у вас есть некая, скажем так, копия, ну, вашего продуктового сервера, ну, именно с точки зрения программного обеспечения в качестве виртуальной машины. К вам приходит новый человек, вы ему даете копию виртуальной машины, либо вот виртуалбокс, либо вагрант, либо еще какое-то решение, там, вейдвары, он у себя ее запускает, и у него готовая тестовая среда. То есть тестовая среда разработки уже как настроите. Также в эту среду можно поставить, как я уже говорил, селением клиент, запустить их на машине, например, 5, на сервере 50, на хорошем сервере 500, и очень быстро прогонять автотесты. При условии, что это будут как бы отдельные, отдельные, именно отдельные машины. Нагрузочное тестирование, соответственно, тоже можно на них делать, но тут уже свои хитрости имеются. Соответственно, ну, как бы, если, к сожалению, виртуализацией в компании заниматься некому, то обычно этим занимается тестировщик. Вот это, к сожалению, не очень хороший момент. Если у вас в компании, там, в группе нет хорошего девопса, то это будут определенные грабы. Но их, к сожалению, нужно пройти. Вот, значит, скажем так, тесты автоматизированы, следует группировать. Зачем это нужно? Ну, как бы, не имеет, например, смысла выполнять тестирование верстки, если у вас приложение просто не запускается. Поэтому крайне рекомендуется, чтобы у вас тесты были разделены на группы по слоям, и вы эти слои запускали последовательно, то есть юнит-тесты, смоук-тесты, смоук, ну, то есть группа смоук-тестов, это набор тестов, которые просто проверяют, что ваше приложение спускается, открывается в бараузе и выполняется какой-то там минимальный набор переходов по разделам. И только после этого уже приступать к более глобальному тестированию, нагрузочному тестированию, то есть вот именно, чтобы не допускать ситуации, когда у вас, допустим, тесты, тестирующие верстки, вы запускались перед юнитами. Это не очень хорошая практика, на самом деле, результаты могут быть не очень хорошие. Также стоит заметить, что тесты можно группировать и собирать цепочки. Ну, группирование тестов, это просто позволяет их быстро сортировать и запускать непосредственно, например, группу тестов по каким-то разделам. Цепочки тестов позволяют запускать тесты, именно один тест закончился, запустился другой, причем он использует данные и условия, которые были в первом тесте. Иногда это полезно именно для имитации пользовательской деятельности, то есть не создания тестовых данных машинным способом, а именно создания их в результате работы вашего приложения. Иногда это дает свою пользу, но иногда может привести к проблему. Например, первый тест провалился, ну, даже не так, первый тест вызвал какую-то скрытую ошибку, все остальные тесты попадали. Вы не знаете, ну, то есть цепочками нельзя злоупотреблять. Это может, ну, то есть и группировкой, кстати, тоже, потому что это может вызывать ошибки того, что вы не понимаете, что и где у вас сломалось. То есть у вас, например, что-то падает, и у вас создается ощущение, что у вас не работает приложение, хотя у вас, например, просто ошибка в каком-то тесте, вы там, например, забыли какой-нибудь юз в тест-кейсе написать, у вас упал один тест и потащил за собой все остальные. В итоге вы думаете, что у вас все плохо, а оказывается, что все нормально, но паники на самом деле будет очень много. К этому надо быть готовым. То есть также надо быть готовым к тому, что группы, ну, то есть вот если группа запускается за группой, то, например, у вас падает юнит-тест, и они не запускают все остальные. При этом, допустим, в юните, ну, может быть такая же проблема, в юните ошибка, а все остальное работает. Причем, ну, как бы ошибка в самом тесте, не столько в тестируемом приложении. Вот как бы, то есть тут вот нужно иметь в виду, что группировка и последовательность тестов могут также служить причинами, ну, скажем так, ложной, ложному снижению надежности нашего приложения. Очень тонкая грань, которую вы должны уметь объяснить. То есть обычно выглядит это примерно так. К вам прибегает руководитель проекта, схвативший за голову, говорит, у нас все попадало, у нас все сломалось. Вот, вы запускаете, у вас все работает. Вы смотрите отчеты и видите, что там действительно все попадало, залезаете в какой-нибудь тест, выясняете, что он оказывается был ключевым и поронял за собой все остальное. Такое, в принципе, тоже бывает. Собственно говоря, автоматизация у нас ведет к регрессии, как я уже говорил, то есть это вы сможете снизить, например, ротацию задач, когда у вас автоматические тесты, например, запускаются по событиям в системе контроля версии. Разработчик спушил что-то в гид. Прежде чем он сможет перевести задачу в тестирование, в ней прогоняются все тесты и, соответственно, проверяется, что ничего не упало. Тестировщику уже это делать не надо, потому что ты выполнился на сервере самостоятельно. И, соответственно, вы сможете, ну, то есть он, тестировщик сразу сможет, например, к тестированию новой фичи. Или, соответственно, и стоит задача на ошибке, да, тестировщик вместо того, чтобы пытаться там ее найти, или разработчик вместо того, чтобы пытаться ее найти вручную, запускает тесты и смотрит, где что отвалилось. Значит, добавление в ваше автоматизированное тестирование вот именно вот в таком ключе, когда вы, ну, то есть применяете автоматизацию через события в системе контроль версии, туда можно прикрепить анализаторы, и они будут вызываться автоматически. Результатом будет то, что ваш код, скажем так, в релизные ветки уже будет попадать проверенным, то есть снижается время у разработчиков на код-ревью. Ну, собственно говоря, тут я хотел рассказать про, скажем так, может быть, немножечко про более практический момент. Многие пишут модульные тесты, называют их функциональными. То есть что происходит? Берут PHP-юнит и тестят в нем контроллер с вызовом всех вложенных в него методов, всех внешних вызовов, и называют это юнит-тестом. Этот юнит-тест пишет что-то в базу и потом еще и проверяет что-то в базе. Это не функциональный тест, ну, то есть это функциональный тест, это не модульный тест. Модульный тест, соответственно, как я уже говорил, проверяет сугубо работу модуля, и в нем закрыто все, что вызывается вовне. Значит, иногда Selenium пробует заменить кравлером, то есть это такая штука, которая делает что-то вроде гид-запроса к странице, получает из нее код и пытается ее выполнить. Кравлер видит HTML, он не видит то, как вы видите страницу, а она может быть закрыта какими-то, ну, то есть у вас страница загрузилась, на ней выполнились несколько JavaScript сценариев, и там часть элементов закрылась. Кравлер их увидит, а вы их глазами не увидите. Поэтому как бы кравлер может быть полезным, как какой-то грубый способ что-то проверить, но не должен заменять собой приемочное тестирование Selenium. И многие сравнивают, даже говорят, что стресс-тестирование – это то же самое, что нагрузочное тестирование. Разница примерно такая же, как на картинке. Нагрузочное тестирование вы проверяете работоспособность вашего приложения под рассчитанной нагрузкой. То есть вы рассчитали, что у вас на странице, допустим, должно быть тысяча посетителей в час. Соответственно, вы проверяете под нагрузкой 800 пользователей за час, и если приложение работает стабильно, значит, оно у вас прошло нагрузочное тестирование. Но при этом, если вы даете ему нагрузку в полторы тысячи пользователей, это уже стресс-тестирование. То есть тут важно знать и понимать, что именно вы тестируете. Ну, и, собственно говоря, последнее, что я хотел сказать, это про TDD – Test Drive Development. Это разработка через тесты. Очень нынче популярная тема, но, к сожалению, ведет к, ну, скажем так, ухудшению кода, который может быть написан. Сейчас попытаюсь объяснить, в чем смысл. Значит, TDD подразумевает, что вы сначала пишете тест, а потом под этот тест подгоняете ваш метод. Подгоняя его под тест, вы начинаете запихивать туда плохой код. И такое очень часто бывает. Примеров мне, к сожалению, вот прям таких хороших найти не удалось. Но, скажем так, когда, значит, ну, то есть когда на прошлом месте работы пробовали что-то написать через TDD, получалось именно так. То есть разработчик получает тест, пишет какой-то код, который вроде его проходит, но этот код возвращается с кода ревью, просто весь помеченный, как вот что вот это за фигня, что это такое, это вообще здесь что делает, оно есть где-то там. Вот, просто как бы, то есть, ну, оно зато проходит тест. Из плюсов можно выделить, пожалуй, то, что ваш метод будет выполнять строгое то, что ему поручили. Ну, и, соответственно, то есть это, скажем так, второй положительный метод. Вы покрываете тестами разрабатываемый ПО до того, как оно, скажем так, попадет в релизную ветку. Ну, и плюс обычно через TDD не получится, скажем так, не получится реализовать именно какие-то очень сложные задачи. То есть, например, написать целый сервис или через целый контроллер через TDD не получится. А через TDD очень сложно лечить ошибки, потому что зачастую программисту еще сначала нужно увидеть, откуда она растет. Ну, вот, как бы, то есть, из минуса. Собственно говоря, всем спасибо за внимание. Спасибо, Михаил. Я беру управление в свою руку. Спасибо. Вопросы там. Вопросы. Пожалуйста, по Михаилу, вопросы в чате. Если что, чат у нас тут. Или в аудитории. Все, по-моему, теперь после того, как обсудили у вас 10 и узнали, что еще и протестировали, им предстоит, серьезно загрузились. А я, честно говоря, вспомнил историю, когда лет 5 назад делал проект, который должен был 2 недели продлиться, а вырос проект по 2 месяца, в сотни классов. И вот эта ситуация, о которой я им рассказывал, когда вносишь изменения чуть-чуть в одном месте, а оно непроднозируемо вдруг откликается от других, это самые худшие 2 месяца жизни были к моему видео-разработчику. Поэтому, Михаил, спасибо большое. Тестирование очень важно и нужно. И подтверждаю и визирую, что оно обязательно пригодится вам в более или менее в проекте большом, поэтому обязательно подтягивайтесь в те аббревиатуры и упоминания, которые мне кажется, это реально актуально для вас. Так что я думаю, что это вам пригодится. Михаил, спасибо большое. Хорошо. Друзья вебинаристы, те, кто у нас присутствует в аудитории. Итак, у нас подошел к финишу наш первый метап. И я хочу искренне поблагодарить наших участников Александра Михаила за то, что были очень подробны и классно освещены темы. Со своей стороны могу сказать, что они были реально актуально поданы, достаточно информативно. И я надеюсь, что этот объем информации, который мы здесь обсудили, вам пригодится в будущем при разработке. Всем спасибо. Мы завершаем нашу официальную часть. Если кого-то из вопросов можно уже задавать неформально, всех благодарю за участие.